Массовый выпуск самоходных комбайнов С-4 начался с 1947 года. В ходе их дальнейшей эксплуатации конструкторы заводов, производственники и даже механизаторы сельского хозяйства постоянно работали над усовершенствованием их конструкции и методов использования. Но этого было недостаточно и в 1955 году С-4 был основательно модернизирован, после чего стал выпускаться под маркой С-4М. Также на базе С-4 были созданы самоходные комбайны еще в двух модификациях – С-4П на полугусеничном ходу и С-4ПР на полугусеничном ходу или на пневматиках для уборки риса. Всего было выпущено 215 480 комбайнов С-4, из которых 152 670 штук были машинами первых выпусков, а 62 810 штук – модифицированные. На полугусеничном ходу с 1956 по 1957 было изготовлено 3090 штук. Все эти машины выпускались Красноярским комбайновым заводом, Тульским комбайновым заводом, Заводом Сызран-Сельмаш до 1955 года, Таганрогским комбайновым заводом, Казанским авиазаводом номер 387 до 1951 года и Златуустовским заводом номер 259 с 1948 по 1951 год. Также в нескольких странах Восточной Европы из социалистического лагеря на основе советской технической документации были разработаны и поставлены на производство аналоги комбайна С-4 под местными марками. Например, в ГДР это был Е-173, в Чехословакии ЗМ-300, а в Польше ЗМ-С-4. Предыдущая часть этого фильма была посвящена предыстории создания первого советского самоходного комбайна С-4, его технологической схеме и первым полевым испытаниям. Далее будет более подробный рассказ о характеристиках рабочих органов и узлов этой машины. Основными частями комбайна С-4 являлись жадко-шнекового типа, молотильная часть с бильным барабаном, клавишным соломатрясом и одной-двух решетчатой очисткой, зерновой бункер с устройством выгрузки. Все это навешивалось на самоходную тележку, соответственно, со своим двигателем, трансмиссией и постом управления. Дополнительно комбайн оборудовался копнителем соломистых продуктов, а при раздельном способе уборки – подборщиком волков. Кроме этих основных узлов и средств механизации, применялись и ряд других вспомогательных машин и агрегатов. Жадко срезает стебли убираемой культуры, формирует поток срезанной растительной массы и передает его в приемную камеру молотилки. При раздельном комбинировании, подборе и обмолоте хлеба из волков, жадко служит для навески подборщика и передачи подобранных им стеблей в приемную камеру молотилки. Режущая часть жадки при этом не используется. В S4 жадко несмерная, консольно-штековая, шириной захвата 4 метра. По расположению основных других частей машины она являлась фронтальной, а подача молотилки срезанной растительной массы осуществлялась полупрямоточным способом. Вопрос применения в жадкое полотеного или шнекового транспортера на стадии разработки S4 вызывал много споров. Применение шнековых транспортеров при эксплуатации давало значительное преимущество, ибо стальные шнеки не имели недостатков, присущих полотняным транспортерам, главными из которых являлись подверженность атмосферным влияниям, обрывы, пробуксовывание и весьма короткий срок службы. Но в то же время были некоторые основания полагать, что полотненные транспортеры имели преимущество на уборке высокого хлеба при низком срезе, так как менее перепутывали стебли, подаваемые в молотилку, чем шнековые. Но это преимущество было важно больше для молотилок с барабанами штифтового типа в комбайнах с поперечной схемой подачи хлеба в молотилку. А для комбайнов прямоточных с фронтальной жаткой эксплуатационные преимущества шнековых транспортеров были настолько велики, что для S4 предпочтение было отдано именно этому типу. Надо сказать, что в это время советская промышленность еще продолжала выпускать прицепные Г-образные комбайны с полотенными жатками, и это еще будет продолжаться многие годы, так что при необходимости S4 с остальными шнеками было чем подменить. До модернизации S4 выпускался с некопирующими жатками консольно-шнековой конструкции. Такая жатка имела два консольных шнека, правый и левый, для подачи хлеба с боков хедера на центральный транспортер. У модернизированного S4M жатка была цельно-шнековая, и она опиралась на почву копирующими башмаками, что позволяло ей копировать рельеф убираемого в поле. Режущий аппарат в S4 был применен жатвенного или облегченного косильного типа. Шаг пальцев, ширина сегмента и ход ножа – 76 мм. Пальцы, сдвоенные с вкладышами, такой тип режущего аппарата являлся наиболее универсальным и давал наилучшее качество среза. Передача движения на нож осуществлялась через клиновый ремень, кривошипо-шатунный механизм и коромысла. Число полных колебаний ножа – 416 минут. Высота среза могла изменяться в пределах от 50 до 800 мм. У S4M имелись некоторые отличия в механизме привода ножа. Также высота среза теперь изменялась переустановкой копирующего башмака. Было предусмотрено 4 уровня установки башмаков на высоту среза 10, 13, 16 и 18 см. Мотовила лопастное диаметром 1340 мм. Имела 6 граблин и вращалась со скоростью 28 оборотов в минуту. Регулировалась монтажно-вручную. У модернизированного S4M скорость вращения Мотовила изменялась путем смены приводных звездочек в цепи его привода. Всего было 4 таких сменных звездочки. Также на этих комбайнах Мотовила была эксцентриковая, то есть со специальным механизмом, который удерживал угол наклона планок всегда в одном заданном положении, независимо от положения лучей Мотовила. Такое Мотовило имело 4 планки, но было предусмотрено также оборудование комбайна простым шестилопастным Мотовилом с возможностью замены его лучей до длины 800 мм. Подъем и опускание жадки ИУС-4 и ИУС-4М производилось с помощью гидравлики. Гидравлическая система состояла из гидравлического силового цилиндра и шестеренчатого насоса. Насос и цилиндр были связаны между собою гибкими шлангами. В насос был встроен рабочий клапан, с помощью которого действием рукоятки с площадкой управления комбайнер управлял работой насоса и соответственно подачей масла от цилиндр для подъема или опускания жадки. Производительность насоса до 50 литров в минуту. Рабочая жидкость Автол-10, емкость 5 литров. Потребная мощность около 3 лошадиных сил при 577 оборотах в минуту. Рабочее давление в системе от 20 до 25 атмосфер. На высоту 700 миллиметров жадка подымалась за 3 секунды. Для раздельного комбинирования, подбора из волков и передачи нажатку стеблей убираемой культуры, в нажатке устанавливался специальный рабочий орган-подборщик. При установке подборщика мотовило снималось и выключался нож режущего аппарата. Конструкция подборщиков определялась особенностями устройства зерноуборочных комбайнов. Для самоходных комбайнов S4 и S4M выпускались навесной барабанный подборщик PS2.0, а также унифицированный навесной подборщик для самоходных и прицепных комбайнов PNU-2.0. Центральный транспортер комбайна S4 был сделан из кирзы, а наклонный был цепочно-планчатого цельнометаллического плавающего типа. Он был подвешен на пружинах и таким образом мог приспосабливаться к толщине слоя проходящей хлебной массы. Линейная скорость наклонного транспортера была 3,2 метра в секунду, а центрального 1,4 метра. Приемный битер это четырехлопастной конструкции стальной крылач диаметром 200 миллиметров. Он предназначался для съема хлеба с наклонного транспортера и направления его в молотильное устройство и работал со скоростью 726 оборотов в минуту. Молотилка комбайна обмолачивает поступающие сжатки стебли, таким образом выделяет зерно из соломы. Молотилка S4 представляла собой барабан бильного типа и подбарабанья, состоящие из трех дек. Два основных типа барабанов на то время, штифтовый и бильный, имели каждые свои преимущества и недостатки. Пропускная способность штифтового барабана на единицы длины почти в два раза больше пропускной способности бильного и он лучше приспособлен для молота хлеба, поступающего толстым неравномерным слоем. В бильный барабан должен подаваться более тонкий и лучше распределенный слой, но зато он обеспечивает лучшее качество работы, меньше дробит зерно и перебивает солому. Кроме того, он является более универсальным, то есть легче может быть приспособлен к уборке различных культур. В бильном барабане зерно как бы выдавливается из колосьев и на выходе колосьи остаются совершенно цельными, хотя зерна в них уже нет. А штифтовые барабаны рвут хлебную массу, поэтому стебели колос сильно разрушаются. Ворох после бильного барабана гораздо легче сепарируется, чем после штифтового. В прицепных Г-образных комбайнах, вследствие бокового расположения хедера, хлеб поступал в барабан одной стороной толстым неравномерно распределенным слоем, поэтому в таких комбайнах применялись штифтовые барабаны. В самоходных же комбайнах с Т-образным расположением хедера и симметричной подачей хлеба с двух сторон барабан загружается равномерным слоем и применение бильных барабанов в таких машинах было более оправдано. Диаметр молотильного барабана был 550 мм, длина 874 мм, число бичей 8. Момент инерции почти в два раза был больше, чем в американских комбайнах того времени. Это было сделано из расчета необходимости уборки соломистых хлебов повышенной влажности. Дека или подбарабанье состоялась из трех отдельных секций. В каждой секции была предусмотрена регулировка проходного зазора и защита от поломки при перегрузке или попадании в твердых предметов. Поверхность секции была решетчатой, что позволяло выполнять на стадии молота первичное отделение зерна от соломы. Возможность независимого индивидуального поджима каждой из секций и таким образом трехступенчатого изменения проходного зазора давала возможность настроить молотилку так, что в первой секции вымолачивалось почти все зерно, а вторая и третья деки осуществляли домолот и выполняли сепарирующую роль. В модернизированных С4М и С4П третья секция деки была закреплена жестко. Передача движения на барабан была изолирована от других рабочих органов и изменение числа его оборотов не влияло на работу других условий. Скорость барабана можно было регулировать в пределах от 400 до 1300 оборотов в минуту. Это делалось с ближением или раздвижением половинок шкивов клиноременной передачи. Таким образом обеспечивался молот самых разнообразных культур. В середине 1950-х годов проводились опыты по оборудованию комбайна С4 с двумя молотильными барабанами. Такой технологический процесс обмолота получил название двуххвазного. В частности, удачной оказалась разработка Таганрогского комбайнового завода, где в 1956 году комбайн С4 оснастили двумя серийными молотильными аппаратами. Частота вращения первого барабана была несколько ниже, чем второго. Такое ступенчатое возрастающее воздействие на обмолочиваемую культуру показало существенное преимущество перед традиционным однофазным обмолотом, особенно хлебом в повышенной влажности. Такую схему с двумя барабанами применили также в комбайнах для уборки риса. Отбойный битер четырехлопастной конструкции. Он уменьшал скорость вылетающей из барабана соломы и распределял ее подачу на соломатряс. В соломатрясе оставшееся в ворохе зерно вытряхивается из соломы. В С4 применялся четырехклавишный двухвальный соломатряс. Длина его 2680 мм, а ширина 900 мм. В очистке комбайна зерно отделялось от половы и мелких примесей. Это делалось посредством просевания его через решета и одновременно продуванием воздухом вентилятора. Очистка С4 состояла из двух решет, которые имели различную амплитуду колебаний. Верхняя 50 мм, а нижняя 35 мм. Вентилятор имел пятилопастную крыльчатку диаметром 570 мм и вращался со скоростью 780 оборотов в минуту. Поток воздуха регулировался жалюзями на решетах очистки. В следующей части этого фильма будет рассказываться о двигателях комбайнов С4, С4М и С4П, их ходовой части, а также о некоторых других узлах этих комбайнов, в том числе и окопнителем. С4М и С4М и С4М и С4М и С4М и С4М.